Представители международной организации ЮНИСЕФ, которая работает под эгидой ООН, доставили в Красноармейск гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев. Около ста гигиенических наборов для взрослых и детей выдавали волонтеры организации. На этот раз впервые помощь смогли получить те, кто не входит в льготные категории. За гуманитарной помощью от ЮНИСЕФ в Красноармейске очередь. Юрий переехал сюда из Авдеевки с беременной женой и ребенком. Родной город пришлось покинуть летом 2014-го, когда начались интенсивные обстрелы. Сегодня мужчина получил подгузники для годовалой дочери. Жена была беременна, мы уехали сразу. Не стали дожидаться, когда в Авдеевке погибла куча народа. Мы сразу уехали. Здесь уже больше, чем полтора года. Шампунь, гель для душа и мыла. Кроме подгузников для детей, вынужденным мигрантам выдают специальные гигиенические наборы. Здесь есть полотенца, расчески, веревка для сушки белья, зубные пасты, зубные щетки. Дальше туалетное мыло, мыльница, порошок. Переселенка Елена живет в Красноармейске одна. Говорит, бежала из Авдеевки после серьезного ранения. До пенсии женщине работать еще несколько лет. К льготной категории она не относится, поэтому смогла получить специальный набор от международной организации. Меня ранило осколком Града на улице. Зацепило. Мы бежали в бомбоубежище, и нас зацепило Града. Я одна проживаю, я не на пенсии. У меня нет таких льгот, чтобы пользоваться другими привилегиями. Данная гуманитарная помощь от ЮНИСЕФ, которая действует под эгидой ООН, выдаются переселенцам, которые не входят в льготную категорию. В основном это люди предпенсионного возраста, безработные или семьи, которые еще ни разу не получали гуманитарную помощь. Список таких мигрантов также есть у инициативной группы переселенцев. Будут выдаваться они той категории переселенцев, которые никогда не получают помощь. То есть это не льготники. За последние, наверное, 4 месяца, это, наверное, опять-таки первый раз. Это очень всегда редко. Именно такой ведь помощь. За день средства личной гигиены и подгузники для детей получили около 100 семей переселенцев. Дарья Захарова, Телеканал Донбасс.